Британский флот получил второй авианосец, А-09, Prince of Wales. 10 декабря 2019 года в Портсмуте состоялась официальная церемония передачи королевскому флоту второго построенного для него авианосца, А-09, Prince of Wales, типа Queen Elizabeth. На корабле был поднят британский военно-морской флаг. На церемонии присутствовали принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корна Уэльская. Два новых британских авианосца, А-08, Queen Elizabeth. Справа, А-09, Prince of Wales. Слева, в Портсмуте, 3 декабря 2019 года, С-ВМС Великобритании фактический авианосец, А-09, Prince of Wales, находится на этапе испытаний. Корабль впервые вышел в море на заводские ходовые испытания, С-Британского судостроительного предприятия Wabchachk. В Розайте 19 сентября 2019 года, фактически испытания были начаты 22 сентября, и по их завершении 22 ноября прибыл в Портсмут, где постоянно базируется головной корабль. А-08, Queen Elizabeth, введенный в строй ВМС Великобритании 7 декабря 2017 года. Сам, Queen Elizabeth, прибыл в Портсмут с очередного цикла боевой подготовки и испытанию восточного побережья США 3 декабря 2019 года. Ожидается, что испытания, Prince of Wales, продлятся на протяжении 2020 года, а сам корабль достигнет полной боеготовности только в 2023 году. Строительство для Королевского флота двух больших авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales программы CVF было осуществлено консорциумом Aircraft Carrier Alliance Со сборкой кораблей из секций в сухом строительном доке номер один предприятия Вапчачк, Марин, группы, Бабкок, в Розайте, бывшая военно-морская верфь, Розайф Док-Ярд, приватизированная в 1997 году. В состав, Aircraft Carrier Alliance, входит также, Фейлз, Проектант, Би-Системс Сэрфис Шипс, А&П Групп и Камел Лэрд. Эти три компании, наряду с Вапчачк, Марин, изготавливали секции корпуса. Общая стоимость постройки двух авианосцев сейчас оценивается примерно в 6,2 миллиарда фунтов стерлингов. Изготовление секции второго корабля, А-09, Prince of Wales, было начато в мае 2011 года, сборка корабля велась в строительном доке Вапчачк, Марин, в Розайте с конца 2014 года. Церемония Крещения 8 сентября 2017 года Корабль был выведен из строительного дока Верфи 22 декабря 2017 года и впервые вышел в море на заводские ходовые испытания 19 сентября 2019 года. В 2010 году было официально объявлено о планах сразу после завершения строительства вывести Prince of Wales в резерв или даже продать его за рубеж, однако обострение обстановки в Европе спасло авианосец и в 2014 году было решено ввести его в строй ВМС Великобритании. Строительство головного корабля Р-08 Queen Elizabeth Велось в Розайте с 2009 года Церемония Крещения Queen Elizabeth была произведена 4 июля 2014 года, головной авианосец был выведен из строительного сухого дока Розайской верфи 17 июля 2014 года и начал заводские ходовые испытания 26 июня 2017 года. Корабль был официально введен в строй ВМС Великобритании 7 декабря 2017 года. Достижение боеготовности Queen Elizabeth Запланировано на 2021 год Prince of Wales Стал крупнейшим кораблем Королевского флота в истории, поскольку, как сообщается, ввиду внесенных в проект второго корабля изменений и усовершенствований, он имеет полное водоизмещение на 3000 тонн больше, чем Queen Elizabeth Проектное окончательное полное водоизмещение последнего в большинстве источников характеризуется как 70 600 тонн. Авианосец Prince of Wales Стал восьмым кораблем британского флота с таким названием с 1693 года. Два новых британских авианосца Р-08 Queen Elizabeth И Р-09 Prince of Wales В Портсмуте 3 декабря 2019 года С ВМС Великобритании Ра Робин Джонс И Шаун Ростер Второй новый британский авианосец Р-09 Prince of Wales В Портсмуте перед вводом в строй Слева виден HMS Victory Декабрь 2019 года С ВМС Великобритании Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...